Летняя речная навигация на Печоре стартует 25-26 мая. К ее началу в Северной транспортной компании все готово. Остаются лишь небольшие покрасочные работы и спуск судов на воду. В этом году совершать рейсы по Печоре будут маломерные суда ЗР-1 и ЗР-2, а также Виктор Безумов и новичок Алексей Калинин. В резерве будут находиться воздушные подушки, которые сейчас в межнавигационный период задействованы на перевозке пассажиров по селам Ненецкого округа. Судно на воздушной подушке «Полярник» завершило свою утреннюю поездку из Красного в Нарьинмар. Рейс организован Северной транспортной компанией в межнавигационный период. По словам капитана «Полярника» Ивана Кононова, маршрут ничем не отличается от других. Единственная сложность – причалить в населенном пункте. В поселке Красном места подхода судов нет его практически. Вот в этом единственная сложность. Это проблема не только Красного, есть и Великовисочная эта проблема. Но это всегда или только в период межсезонья? Нет, в период межсезонья. Вода потом будет снижаться, и там будет место подъезда. К навигации судна прошло техническое перевооружение. Установлены два мощных двигателя по 200 лошадиных сил каждый, а следовательно увеличена скорость до 45 км в час. Вместе с этим цена на перевозку снижена. Несмотря на это, загруженность подушки небольшая – от 6 до 10 человек. Основной поток пассажиров впереди. С 25-26 мая Северная транспортная компания начнет осуществлять рейсы на маломерных судах по традиционным маршрутам – вверх и вниз по Печоре, а также до Тельвиске. Ценовая политика в этом году не изменилась, прежними остались и льготы. Кроме того, перевозчик вводит и коммерческий маршрут до Республики Коми. Это направление, скажем так, возобновляемое. Его как-то в 2016 году оно уже было. Его сейчас как бы возобновляем и будем перевозить пассажиров по данному маршруту. Это будет чисто коммерческий наш маршрут, он не субсидируется чисто под нашу прибыль. Потому что мы перевезем количество пассажиров. В Усцельму будет курсировать комфортабельный катер под названием «Виктор Безумов». Его скорость – до 60 км в час, а вместимость – 18 человек. Стоимость поездки в одну сторону составит около 5000 рублей. Еще один скоростной катер – он же новичок в семье Северной транспортной компании Алексей Калинин. На Ринмар его доставили поздней осенью. Впереди – получение всех необходимых документов и в путь. Алексей Калинин с июля планирует совершать дневной рейс до Тошвицки. – Что самое неваловажное на это судно, почему именно водометный катер, то, что у нас берегая все, куда мы подходим, деревья, они не оборудованы. Соответственно, это судно мелкосидящее, оно не боится милей. Также оно не боится сетей, которые у нас по дороге. Бывает, браконьеры кинули. Если на винт намотаешь, то это большая проблема – оттуда эту сетку вытащить. Надо поднимать судно, буксировать его, поднимать кормовую часть, срезать. Это очень долго. То этому судну не бревна, не различная трава, никакие сети ему не страшны. Оборудовать причал предстоит и в Нарьинмаре. После того, как уровень воды спадет до необходимых отметок, Северная транспортная компания смонтирует мостовые, ведущие катерам. Мария Даник, Антон Водряков, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова